В правительстве России прошло совещание о подготовке к весеннеполевым работам. Провел его премьер-министр Михаил Мишустин. Участие также принял губернатор Ставрополя Владимир Владимиров. Речь шла о поддержке фермеров. Премьер нацелил правительство держать на контроле цены на горючие семена и удобрения. Кроме того, на поддержку агрария у весела Москва в этом году выделит 320 миллиардов рублей. Эти деньги должны как можно скорее поступить в регионы и дойти до фермеров, подчеркнул Мишустин. Кроме того, с докладом выступил и глава края. Он отчитался о том, что на Ставрополье уже засеяно 10% запланированных площадей. Это почти 2 миллиона гектаров. Также Владимиров рассказал о том, что в этом году в регионе построят и отремонтируют 50 социальных объектов. Это школы, дома культуры и поликлиники. В Нефтекумском округе разобьют миндальный сад. Экспериментальный проект по закладке питомника реализуют уже в следующем году. Территория для этих целей отведена немалая – 200 гектаров. Деревья весьма засухоустойчивы и хорошо уживаются на каменистых склонах, поэтому хорошо приживутся на востоке Ставрополя. Новые детские площадки оборудуют Ставрополь в этом году. Проекты реализуют благодаря программе поддержки местных инициатив. В том числе преображение коснется сквера «Дубовая роща». На участке построят площадку с современным детским оборудованием. Там же наладят освещение и установят скамейки. В Изобильнинском округе по нацпроекту «Безопасные качественные автомобильные дороги» в 2020 году отремонтируют 4 участка дорожного полотна. Там также нанесут свежую разметку и установят новые знаки. Общая протяженность обновленных дорог составит 16 километров. В Ставрополе назвали именно победительниц конкурса «Женщина года 2020». Программа в этом году была насыщенной. Конкурсантки показывали свои творческие способности и смекалку, а также побывали на мастер-классах в области декоративно-прикладного творчества. В номинации «Женщина-хранительница очага» победила Кристина Уткина. Она стала обладательницей микроавтобуса. В номинации «Женщина на высоте» победу присудили Аня Гарган, а в номинации «Успешная молодость» Магдалини Черниенко девушкам подарили легковые автомобили.